Мы начинаем его прокрашивать. Выложила на палитру несколько оттенков краски, да, то есть как бы марс-коричневый, это что у нас идет? Умбра жженая, черный, умбра натуральная, то есть как бы расцветка у нас должна быть, ну, кара же у нас не одноцветная, да, поэтому, то есть как бы мы будем делать ее вот такой вот, вот сильно-сильно, то есть как бы разноцветный, намешивать, да, то есть как бы и прокрашивать. Единственное, что, когда мы это все прокрашиваем в обязательном порядке, краска должна быть не густая, краска должна быть такая полужиденькая, чтобы везде это все хорошо пропиталось, потому что декор у нас объемный, да, то есть как бы он должен быть, ну, не должно быть белых каких-то вот таких вот ляпов. Первый слой в обязательном порядке мы красим хорошо и все вместе, да, то есть как бы аккуратненько так, чтобы вот внутри у меня морилка, краска и вот наши вот как раз керамические заготовки. Видите, никакого грунта, ничего у меня здесь нет, на керамику сразу кладу краску. И кисточкой вот такими движениями, то есть как бы вот именно, как сказать, постукивающими, что ли, компанирующими, да, я заглядываю во все, во все вот эти вот места сгибов, надо его будет покрутить со всех сторон, да, домик, то есть как бы, чтобы у нас все это вот прошло очень-очень хорошо. Так, и видите, то есть как бы оттенки, да, я не беру единый цвет краски и только их, я постоянно беру разные оттенки, да, на кисточку, чтобы переходы у меня были именно на работе, не только на палитре, но вот умбра натурально, умбра жженая, марс коричневый, черный, может у кого-то еще есть, вот на дверце с нашей стороны не прокрас, вот точно, вот видите как, молодец, спасибо. Вот я вам рассказываю, сама косячу, еще и донышко у нас не прокрас, ну, донышко, ладно, на донышко потом мы уделим внимание. Вот здесь вот очень аккуратненько, все-таки, то есть как бы внешний вид у нас должен быть хорош, поэтому старайтесь, то есть как бы там вот я морилочкой прошла, да, ну, то есть чтобы опять же не заляпать краской домик изнутри. То есть это кажется, может быть, что я так небрежно тут машу кисточкой, да, и то есть как бы все это вот так вот получается, но все-таки на какие-то моменты очень аккуратно. Декоратор-декоратор, художник-художник, но забывать элементарно, чтобы не было грязи, тоже не надо. Сейчас, то есть как бы можно что это сделать? Можно сейчас защитить лаком, да, можно, то есть как бы сначала поработать немножко с сухой кистью. Вот вариантов сейчас будет несколько, да, как эту кору, то есть как бы вот, как сказать, оживить. Вот сейчас мы прокрасили все одним красивым цветом, да, сейчас у меня здесь рядом все мои краски, то есть я вам покажу несколько методов. То есть как бы мы возьмем на палитру краски немножко поярче, что у меня здесь, марс коричневый, светлый, да, чуть-чуть, то есть как бы на палитру. И какие-нибудь совсем светленькие. Что у нас здесь есть у меня под рукой? Светленькая, 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 ну пусть будет это белый. Да, то есть как бы краски, что еще, ну чуть-чуть черненького, серенького. Значит, я люблю сухую кисть именно наносить щетиной, да, то есть как бы это не обязательно. У кого-то может быть есть кисточки и синтетические, да, то есть как бы ими можно тоже наносить легко это все. То есть как бы сейчас водичка у меня тут грязная, потому что, по-моему, я попрошу тебя водичку не поменять, а то сейчас у меня оттенки тут будут везде коричневатые. Да, 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 да. Сделаем вот такой вот серый оттенок, да, для коры немножко. Итак, я беру салфетки самые обычные для того, чтобы убирать краску с кисти, да, беру, то есть как бы вот этот вот коричневый оттенок, что у нас может присутствовать на коре. И кисть, то есть как бы метод сухой кисти. Взяла немножечко краски на кисть, убрала ее практически, то есть как бы на салфетке до сухого и вот так вот еле дотрагиваясь, мы придаем оттенок. Видите, то есть как бы у нас получается еле заметный. Нам не надо сделать ее прям-прям-прям вот такой вот хороший интенсивный, да, то есть как бы все-таки у меня здесь вот сейчас вот высохла, когда хорошо краска. Я еще вижу не про красы, но ладно, уже оставим их, а то я могу докапываться до бесконечности, да, то есть как бы у вас времени будет побольше, чем у меня в прямом эфире, поэтому можете в два раза, да, прокрасить. И, то есть как бы сделать это вот все вот легко. Окна, да, вот чуть-чуть делаю вот этот вот оттенок. То есть как бы вот первое, то что это вот метод сухой кисти. Это обычно акриловые краски. Очень многие еще, у многих есть цветные воски. И все тоже так же вот спрашивают, как работать, да, цветными восками, когда их применять. Вот в данном случае тоже возможно, то есть как бы применять очень хорошо вот и цветные воски. Вот в таких вот объемных техниках декора, да, вот сейчас я покажу вот эту одну сторону. Весь его, наверное, не буду уже декорировать, или на другой стороне покажу вам еще и воски. То есть вот мы задекорировали чуть-чуть, сделали рыжий оттенок. Да, вот такой вот, видите, то есть как бы вот тень у меня все-таки с лампами. Надеюсь, поменяем скорость здесь лампы, будут намного ярче. То есть вот все наши магнитики также немножечко они задекорировались. Ну вот как такие вот вкрапления, да, есть, но цены мы, вернее, эти магниты мы тоже все очень хорошо убираем. Для серой возьму другую кисть, шипую сегодня, чтобы оттенков у меня было побольше. И вот таким вот серым оттенком тоже, видите, сухой кистью немножечко добавляем вот такого эффекта этой коры. Я думаю, что уже не раз многие мастера показывали, никакая это не новинка, да, ничего здесь такого вот пахового нету. То есть вы можете сюда добавить несколько оттенков, какие у вас только могут быть, да, чтобы создать вот этот вот хороший, замечательный эффект. Вот этот вот сухой кисти, переходов цветов разных. Вот смотрите, здесь вот на этой стороне, да, то есть как бы мы сделали только серый цвет, и все. Здесь нету рыжих оттенков. А здесь еще присутствует и немножечко, то есть как бы вот цвет Марса, да, вот такой вот яркий. То есть как бы белый с черным, да, серый у меня получился. Вот эти две стороны, то есть как бы вот таким образом. То, что касается дальше декоративных элементов, то есть мы начинаем их потихонечку прокрашивать, тоненькие кисточки. Наверное, окна можем сделать прям вот совсем такие рыжеватые внутри. Дальше, то есть как бы вот потихонечку, да, то есть как бы здесь можно посильнее кистью. Мне хочется так, чтобы вы и видели, и чтобы мне было удобно работать. Вот так немножко прокрашу, будут такие рыжеватые, как будто свет там горит у нас, да, оттеночек. Таким вот образом, видите, мы выделили, да, то есть как бы вот фон. Прежде чем работать восками, цветными восками, да, вы должны знать, что эту поверхность надо защитить лаком, потому что сверху воска лак уже не ляжет. Соответственно, то есть как бы что касается лака. Как покрывать вот такие вот объемные элементы, да, вот такой вот декор, весь наш, то есть как бы жамканную вот эту кору. Для этого есть несколько видов лака. Во-первых, есть вот такие вот жидкие лаки, еще раз буду развеивать вашу это, то есть как бы у нас есть лак. Матовый называется натуральный эффект. Лак очень-очень жидкий, как вода. И многие думают, что он испортился, переморозился или еще что-то. Нет, ни в коем случае. Там выделяются вот такие вот белые хлопушки, да, то есть как бы лак вот такой вот жиденький. Видите, вот они плавают вот такие вот белые вкрапления. Это нормально. Это такой лак. Для этого лака, то есть он как раз жидкий, и этот лак очень хорошо проникает во все, во все поры. То есть вы его должны, во-первых, очень хорошо сбултыхать. То есть как бы вот эти вот как раз белые, как называть, скатышки, да, или вкрапления, которые там есть, они размешиваются. Это и есть матирующий пигмент натурального эффекта. Это кажется, что он вода водой, но он предназначен для чистой древесины. И видите, то есть когда вы его наносите, он не пузырится так, да, то есть как бы он не такой густой. Если у вас такого лака нет, что делать? Вы берете обычный свой лак и акриловый, да, то есть как бы, ну, там, я не знаю, какой у нас, ну, обычный матовый лак, да, и разводите его обычной водой где-то до 30%. Больше разводить нельзя, да, то есть как бы вот только достаточно 30%, чтобы он оставил все свои свойства. И опять, когда вы покрываете такой декор, не, как сказать, не взбивайте кисточкой лак в пену, да, то есть как бы проводите его так вот, хорошо заливайте, как называется, не то, чтобы прям-прямо приливать-поливать, да, но то есть как бы вы его покрываете вот-вот вот так вот хорошо, да, ровненько. Вот где-то, может, излишки, если он вдруг сбился у вас в пенку, я что-то убежала из камеры, извините, да, то есть вот таким вот образом вы его хорошо покрываете. Мне нравится этот лак вот на таких декоративных эффектах, эффекты коры, эффекты старой ржавчины, где, там, я не знаю, то есть как бы на структурных красках он очень хорошо лежит, этот лак, да, 30% воды, то есть 70% лака, да, у вас получится, ну, до 30% воды, то есть если вы вот вы налили его там в стакан отмерили примерно, да, то третью часть вот нарисуйте себе полосочку и добавляйте обычной воды, чтобы он у вас был более жидкий. Чем гуще лак, тем больше, то есть как бы вероятность, что он не прольется во все вот эти вот углубления, не зафиксирует его, да, то есть как бы ваш декор, и, соответственно, то есть как бы будет лежать у вас вот такой вот пеной и пузырьками, да, поэтому, чтобы сделать это проще, разводите. Не все лаки можно разводить прям легко-легко, иногда многие теряют свои свойства, поэтому читайте, если у вас строительные лаки, да, которые я тоже не очень люблю, честно говоря, все-таки предпочитаю профессиональные материалы, то есть как бы смотрите, должна быть на нем инструкция как минимум хотя бы, да, то есть как бы на этом лаке. Сейчас чуть-чуть пожужжу, девочки. Итак, то есть как бы лак практически, ну, подсох, да, то есть фен у меня холодный воздух, он дует, я не знаю, как с ним справиться. И беру воск, металлик схватила, нет, наверное, тогда белый будет, да, у нас, то есть как бы, и наносить воск можно по-разному. Кто-то наносит его вот так вот потихонечку, вот на пальчики его размазали, да, и потихонечку вот так вот его пальчиком втираем, да, виден эффект, нет. Можно взять, не нравится, то есть как бы пальчиком, можно взять немножко губки. Сейчас, у меня вот здесь вот желтый есть. То есть воск наносить можно, а, все, ну, хорошо, ладно, вот у меня есть желтый, да, то есть как бы и белый. Можно взять, то есть как бы вот так вот немножечко губки этого воска, аккуратненько его вот так вот, то есть как бы разнести, и опять же еле дотрагиваясь. Вот Алиса пишет, что она сегодня им работала этим воском. Скажи свои ощущения, Олесь, мне очень нравится. То есть так же вот он получается губкой, он разносится просто вот еле-еле заметно. Такой оттенок дает вот прям вот чуть-чуть, чуть-чуть. Вот именно цепляется только вот за те места, где есть, видите, еле-еле заметный желтоватый оттенок. Если вы наносите, то есть как бы его вот так вот пальчиком, да, то есть он получается более яркий. Или опять же то же самое, как вам больше нравится. Можно его наносить и кистью. Тот же самый эффект сухой кисти, только воск. Но единственное, что, еще раз обращаю внимание, если вы уже поработали цветным воском, значит сверху никакого покрытия лакового быть не может, потому что воск – это воск. Да, все, что касается финишных покрытий, еще раз говорю, если кому-то нужна консультация на пять с лишним часов, по-моему, мастер-класс этот шел, то, пожалуйста, мастер-класс за финишное покрытие. Сегодня по распродаже. Там пять часов я рассказываю о том, какие есть финишные, чем эти лаки отличаются друг от друга, как. То есть вот, видите, наношу воск. Эффект примерно тот же самый, да. И также, то есть как бы, если вы выделите какую-то кисточку, да, для воска, то есть как бы вот то же самое. Просто эффект вот этой вот сухой кисти. Он, так, я уберу сейчас, что-то, и все у меня под рукой, все мне мешается. Да, то есть как бы вот он немножко у нас будет тот же самый, только чуть-чуть, может быть, поярче. Он туда влезает? Да, он в эти... Чем пальцем, да? Да, 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 он поярче просто, да, то есть как бы кисточкой. То есть эффект что от сухой кисти с акриловой краской, что от воска, то, что у вас есть. Итак, вот, то есть как бы мы таким образом, да, декорируем нашу траву, кору. Здесь, то есть как бы у нас еще нет декора, краска переходит, разные оттенки у нас здесь, и коричневая, и черная, и какие-то, то есть как бы эффекты. Здесь эффект сухой кисти только серый цвет, да. То есть как бы здесь у нас есть и желтый внутри, и этот. Так вот. Субтитры подогнал «Симон»